Панорама Севера Сегодня в правительстве Архангельской области чествовали заслуженных людей. Государственные награды, почетные грамоты и благодарности вручили северянам самых разных профессий. Подробности в материале Виктора Кузнецова. Сегодня овальный зал правительства области был полон героев. Настоящих, заслуженных. Губернатор Игорь Орлов начал с поздравления сразу с конкретного адреса, с предприятия народных промыслов «Беломорские узоры», одной из визитных карточек Архангельска. На днях в Екатеринском зале Кремля президент Российской Федерации вручил орден дружбы ткачу предприятия Галине Дружининой. А сегодня государственную награду получает Шершнева Валентина Михайловна, начальник цеха художественной обработки дерева. Главная задача коллектива – возрождение, сохранение и развитие народных промыслов русского севера. Как и Валентину Шершневу, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени» наградили двух педагогов – Валентину и Людмилу Елсукову. Медалью «За спасение погибавших» отметили героический поступок на пожаре старшего механика службы спасения Юрия Глотова. А самые многочисленные аплодисменты вместе с вручением награды «За спасение утопающих» звучали в адрес шестиклассницы Усть-Вашской школы из Лишикони. Прошлым летом она спасла от гибели двух маленьких детей. Вдруг услышала, что мальчик кричит «помогите», что пришлось броситься, никто не смог. Я его схватила за руку и потащила к берегу. Мне вообще не страшно было. Я поставила задачу, что надо спасти, я должна спасти этих детей. Звание заслуженного работника в своей сфере деятельности получили 9 человек. Среди них главный геолог компании «Североалмаз» Анатолий Галкин, заместитель главврача детской клинической больницы «Северодвинска» Роман Афанасов, учитель Усть-Янской средней школы «Любовь Рыжкова». Еще 6 человек наградили почетными грамотами и благодарностями президента России. Виктор Кузнецов, Сергей Минин, «Понарма Севера». Как продвигаются работы по ремонту дорог в Архангельске проверил сегодня мэр Виктор Павленко, а также городоначальник оценил темпы реализации программы развития застроенных территорий города. Вместе с мэром в рейд отправилась и наша съемочная группа. Такие рабочие поездки происходят регулярно, но сегодняшняя – внеплановая. Ее маршрут был известен только мэру Архангельска. Главы администрации и специалисты городского хозяйства брали на карандаш замечания городоначальника. На проспекте советских космонавтов большее внимание следует уделить уборке мусора, а на улице Теснаново – чистоте автобусных остановок. Также было поручено убрать грязь на переходах и мостах на пути в аэропорт Алаги. В Ломоносовском округе в центре внимания участников поездки стали работы по строительству жилья. Сегодня с большой такой рабочей группой мы посмотрели два района в части строительства, благоустройства. Вот мы находимся здесь, как раз на набережной, где идет строительство. Вы видите, кругом в городе краны, кругом идет строительство. Это говорит о том, что и жива строительная отрасль. И значит, мы, как руководители города, мэрия, создаем условия для того, чтобы коммерческое жилье строилось. Причем, конечно, цена, к сожалению, квадратного метра достаточно высокая, но очередь стоит даже по квартирам по коммерческому жилью. Поэтому вот эти все составляющие строительство, социальное жилье, как бы оно трудно не шло, как бы не было проблемно с подрядчиками, с какими-то там инфраструктурой. Но мы ее все равно строим и будем продолжать. И задачу, которую поставил президент, будем выполнять. Застроенные территории и расселение за счет строителей. И строительство и создание комфортных условий для строительства коммерческого жилья, где люди вкладывают свои средства, кредитные, собственные средства, ипотечное кредитование и так далее. С 2011 года по инициативе мэра Виктора Павленко в Архангельске реализуется программа развития застроенных территорий. Муниципалитет предлагает инвесторам по минимальной цене 43 участка для нового строительства. Планируется снести более 350 деревяшек. Новые квартиры получат свыше 10 тысяч горожан. Главное условие – расселение ветхих домов. Я считаю, что эта программа очень действенная. На сегодняшний день, конечно, это требует очень большой скрупулезной работы. Анализа, что за жилье, сколько проживают жители, квадратные метры, кому оно принадлежит. И такая работа в течение двух, даже, наверное, трех лет ведется планомерно. Результат этой работы следующий. На сегодняшний день готовых таких проектов порядка уже 50. В результате проведенных торгов где-то 12 договоров уже заключены. По некоторым договорам уже начаты работы. Потому что с момента заключения договора идет проектирование объекта. Мы, конечно, строители к нам обращаются, чтобы разрешили поэтапное, скажем, поэтапное планирование и строительство. Мы не идем на этот шаг. Должно быть полное понимание, что будет на этой территории, какие дома, какая инфраструктура, как будет идти переселение. Для того, чтобы была гарантия и выполнить перед жителями обязанности. Поэтому мы идем по такому пути. Не менее важный вопрос городского масштаба – ремонт дорог Архангельска. В этом году на эти цели из городского бюджета выделено более 100 миллионов рублей. В списке адресов – десятки проблемных участков города. От Талашского шоссе, улицы Сибиряковцев до улицы Силикатчиков. К сожалению, масштабы ремонтных работ для областного центра не так велики. По нескольким причинам. Одна из них – замораживание региональным правительством программы развития Архангельска, как областного центра. Те глобальные задачи, которые мы планировали, и под них сделали проекты, потратили 120 миллионов рублей, она, к сожалению, пока не идет. Поэтому здесь таких капитальных, к сожалению, еще раз говорю, по дорожных работ в этом году не идет. Но мы надеемся, все-таки в следующем году программа пойдет, и эти работы будут идти. Сейчас это текущий ремонт, на который вот сейчас 30 миллионов рублей. Там идут торги по закону, это по фонду, дорожному фонду, это еще там более 70 миллионов рублей, намечены планы. Но 70 миллионов рублей – сумма критически маленькая. В столице Поморья живет треть населения региона и сосредоточено более 100 единиц автотранспорта. А это колоссальная нагрузка на дороги города. Поэтому из дорожного фонда в 4,5 миллиарда рублей Архангельск может и должен получать больше. Дорожное строительство, ремонт дорог, оно должно быть идти планомерно. Вот мы почему имели такую негативную ситуацию. Потому что основные работы были сделаны в 2008 году, прошло уже 6 лет. Основные гарантийные сроки от дорожников – это 3-5 лет. Еще плюс погодные условия, к сожалению, вот такую трудность. Но, несмотря на вот малые деньги, мы постараемся, конечно, максимально сделать на дорогу, чтобы было действительно комфортно. Работы по дорожному ремонту муниципалитет продолжает. В планах – обновление асфальтового покрытия на улицах Кировская, Смольный-Буян, а также на проспекте Ломоносова. В областном собрании депутатов состоялось заседание попечительского совета Архангельской детской воспитательной колонии. На встрече обсуждались меры поддержки исправительного учреждения. Подробности в материале Виктора Кузнецова. Встречи попечительского совета Архангельской детской колонии проводятся раз в полгода. Речь на них идет о поддержке ее воспитанников, прежде всего моральной. Изменить систему исполнения наказания нельзя, но сделать условия за колючей проволокой более приближенными к свободе можно. Чтобы ребята могли чувствовать себя, что у них, во-первых, проявляется постоянная забота, потом не чувствовать себя оторванными от жизни, которая происходит за территориями колонии, и чтобы они потихонечку были готовы к тому, что, когда они выйдут на свободу, влиться в наше общество. При содействии попечительского совета в колонии регулярно проводятся различные соревнования по армлестлингу, футболу, шахматам, шашкам. В качестве поощрения некоторых воспитанников периодически вывозят на просмотры фильмов в кинотеатр «Русь». К работе с подростками депутаты привлекают общественников и областное правительство. Активную позицию занимает и руководство колонии. Они активно участвуют во всех возможных грантах и поддержке, которые предоставляет у нас областное правительство, Министерство по молодежной политике и спорту. Недавно для подростков приобрели специальное оборудование и организовали кружок по моделированию. На встрече обсуждался и вопрос о строительстве баскетбольной площадки на территории колонии. С ее открытием возможности для спортивного развития воспитанников станет больше. Виктор Кузнецов, Алексей Шаршов, Панорама Севера. Сегодня в Котласе группа водолазов областного центра гражданской защиты чистила дно Северной Двины в районе улицы Виноградова и в нескольких местах на Лиментке. Уже лет 10 архангельские спасатели проводят работы по очистке реки в этом месте. Финансируются они из областного бюджета. Водолазы говорят из видимых изменений, которые произошли за это время. Разве что река сильно обмелела. Что касается мусора, год от года он один и тот же. Вполне чисто, так бревна, топляки, камни, бутылки. Ну, не сильно захлопнуло. За каждым членом группы закреплены свои обязанности. Один водолаз погружается на дно, другой страхует его с берега, третий поднимает мусор. Работы продолжались два часа. За это время был очищен участок длиной 200 метров, шириной 30. До глубины, скажем, двух с половиной метров. Больше смысла нет. А у нас нет таких высоких людей. Вообще пляж организуется, чтобы у человека хватало роста стать на грунт. То есть это где-то метр семьдесят, максимум два метра. Ну, мы берем в запасе. Также сегодня эта группа обследовала Лиминку. У водозабора водолазные работы ведутся ежегодно. И впервые они были организованы еще в двух местах лесной речки. Но и после очистки дна купание в местных водоемах запрещено, так как вода в них в последние годы не соответствует нормам. В этом году пробы уже взяты. Результаты экспертизы будут готовы на следующей неделе. Завтра опергруппа из Архангельска будет работать в Котловском районе и Коряжме, а затем отправиться в Ленский район. 7 июня в Архангельске пройдет финал конкурса «Краса Арктики-2014». В этом году в фестивале принимают участие и титулованные красавицы из других северных городов России – Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Мурманска. Накануне конкурса девушки посетили Новодвинский детский дом для детей с ограниченными возможностями. На эту группу девушек трудно не обратить внимания. Они все высокого роста в вечерних платьях с макияжем и прическами. Этих красавиц с большим нетерпением ждали воспитанники детского дома и интерната. У нас конкурс «Краса Арктики» проводится четвертый раз в день рождения нашего северного университета. Но в рамках конкурса проходит еще фестивальная программа. И мы пригласили к нам в гости представительность приоритетических вузов. Эта фестивальная программа представляет собой цели не только показать, что девушка может быть умной, красивой и обаятельной, но в ней очень хорошие человеческие качества. Для воспитанников эта встреча стала еще одним летним подарком. Совсем недавно они отпраздновали День защиты детей, а сейчас к ним приехали красавицы. Девушки подготовили для ребят развлекательную программу. Несмотря на участие в конкурсах красоты, некоторые девчонки сильно волновались, ведя развлекательную программу. Оно и понятно, перед ними особенные дети, которые требуют к себе особенного внимания и понимания. Такие дети заставляют очень переживать. Не знаю, какое-то даже сочувствия больше нет. Наоборот, как-то радость, что преподаватели и педагоги работают с этим, дети развивают их. И дети с физическими нарушениями, с своим развитием, они не безнадежны. Это факт. Я как биолог, как физиолог знаю об этом. И нужно заниматься с этими людьми, нужно работать. Девчонки устроили настоящий праздник для воспитанников детского дома-интерната. В ответ ребята подарили красавицам улыбки и громкий смех. Мы смотрели концерт, как выступали наши дети. Очень понравилось. Игры играли, конфеты давали. Очень хорошие. Понравилось мне очень. После проведения развлекательной программы девушки вручили воспитанникам памятные подарки. На собственные деньги они купили детям познавательные и развивающие игры. Теперь вспоминать о празднике будет вдвойне приятней. Как девушкам, так и ребятам. Далее в нашем выпуске новостной дайджест. Коротко о самом главном. 9 июня в Архангельскую область с рабочим визитом приедет президент России Владимир Путин. Планируется, что глава государства посетит алмазное месторождение имени гриба в Мизинском районе. Последний раз Владимир Путин приезжал в Архангельскую область в июле 2012 года. Из-за прекращения поставки природного газа на Архангельскую ТЭЦ в регионе может произойти нарушение электроснабжения. Компания «Газпром» Межрегионгаз Ухта предупредила генерирующую компанию об отказе поставок голубого топлива из-за большой задолженности. На ТЭЦ попытались перевести станцию на резервное топливо, но на трубопроводе подачи мазута был выявлен серьезный дефект. Возможная остановка электростанции приведет к сбою технологического оборудования ТЭЦ. Сейчас генерирующая компания обратилась в прокуратуру региона на действия газового монополиста. 12 июня в столице Поморья состоится ежегодная акция «Свадебный переполох». В этом году она пройдет в третий раз. 90 девушек из Архангельска, Севродвинска и Новодвинска наденут свои свадебные платья и прошествуют по улицам областного центра, а также устроят небольшое шоу у Центрального универмага. Сегодня отмечается Международный день русского языка. Эта дата связана с днем рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Во всем мире в этот день проходят праздничные мероприятия и торжества. Так, в Вашингтоне в честь 215-летия со дня рождения Пушкина появился памятник поэту. В России в Пушкинский день проводятся поэтические конкурсы и марафоны, тематические экскурсии и чтения. Творчество Александра Сергеевича объединяет людей всех возрастов и национальностей. Его книги переводятся на десятки языков мира. Какие произведения великого поэта знают жители Архангельска в нашей рубрике «Вопрос дня». Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Пишу я Вам, чего же более, что я могу еще сказать. Теперь я знаю Ваши воли меня презрением наказать. Я Вас любил, любовь еще быть может, душе моей угасла не совсем, но пусть она Вас больше не тревожит. Я не хочу тревожить Вас ничем. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь вдруг прелесный, пора, красавица, проснись, открой самкнутый негай взоры, навстречу северной авроры, звездою с севера явись. В лукоморье дуб зеленый, золотая цепь над дубитом, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет налево, петь заводит, направо сказки говорит, там чудеса, там леща бродит, русалка на ветрях сидит. В финском городе Оулу прошли первые репетиции международного хора мальчиков Баренцева региона. Ученики детской музыкальной школы Архангельска с первой же встречи спелись с иностранными коллективами. Как им это удалось, узнала Мария Воробьева. В свои 9 лет ученик детской школы номер один Баренцева региона Георгий Балиевский уже овладел искусством музыкального слова. Такой вывод в январе сделал организатор международного хора мальчиков Микхель Колдиц и пригласил Георгия в общий состав на репетицию в финский город Оулу. Компанию ему составили еще 6 талантливых вокалистов Архангельской школы от 9 до 19 лет. В первой репетиции участвовали 60 юных исполнителей из Архангельска, Петрозаводска, Мурманска, Финляндии и Швеции. Три дня репетиций, 5-10 часов занятий, языковой барьер – все это не преграда для тех, кто влюблен в хоровое пение. Слова не главное, главное – темп музыки и ноты. Специи удалось. Ну вот там надо учить немножко и все получится. Для меня это большой опыт. Репертуар программы был не из легких. Барочная и духовная музыка Антонио Лотти, Моцарта – всем международным составом мальчики пытались исполнить на русском языке и херувимскую песнь Дмитрия Бортнянского. Архангельские сопрано и альты отличились. Уровень подготовленности и особенно финской стороны очень высокий. Хорошо они и уже выучены произведения, у нас даже меньше выучены. Но по вокальным данным наши мальчики, конечно, выше. В таком проекте школа участвует впервые. Его цель – наладить сотрудничество в сфере культуры со скандинавскими странами. Следующая встреча соберет ребят в Швеции в октябре. А весной 2015 года духовная музыка в исполнении международного хора мальчиков Баренцева региона будет звучать в Архангельске. Мария Воробьева, Руслан Симушин. Панорама Севера. В Новой Зеландии завершился чемпионат мира по настольному теннису среди ветеранов. Архангел-огородец Алексей Родин вместе со своим напарником Динг И завоевал на мировом первенстве серебряную медаль. Россия была представлена 50 участниками. Спортсмены России завоевали 4 медали вообще. Сборная России по результатам командного зачета оказалась на седьмом месте. Всего было более 80 стран. Мы также, в общем-то, дошли до финала. В полуфинале у нас была тяжелая встреча со шведской парой. Мы их обыграли со счетом 3-2. А в финале, в упорной борьбе, с большими шансами на победу, проиграли китайской паре 3-0. И в результате оказались на втором месте. Хотя по игре были реальные шансы стать первыми. Городской круглосуточный телеканал ПС в рубрике «Открытый город» продолжает прямые трансляции самых зрелищных и увлекательных событий нашего города. 5 по 8 июня только на телеканале ПС. Все игры – плей-офф клубного чемпионата России по настольному теннису премьер-лиги среди женских команд сезона 2013-2014. В чемпионате примут участие 4 сильнейшие команды из Нижнего Новгорода, Таганрога, Тюмени и Архангельска. Поддержать архангельскую команду можно будет на телеканале ПС и в интернете на портале «Правда Севера». Старт теннисного чемпионата 5 июня в 10 часов. На экране вы видите расписание прямых трансляций игр премьер-лиги. 7 июня в прямой трансляции на телеканале ПС мы будем выбирать первую красавицу Арктики 2014. 12 самых очаровательных студенток Сафу им. Ломоносова будут соревноваться за почетное право носить корону. Кроме того, в качестве гостей в конкурсе примут участие 30 красавиц из вузов Мурманска, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Таймыра и Республики Саха. Наблюдать за ходом Арктического фестиваля красоты можно будет 7 июня в 17 часов. Не пропустите! Только у нас. Город в прямом эфире. Сейчас в большинстве районов Архангельской области установилась жаркая погода. По данным синоптиков, среднесуточная температура превышает норму на 5-8 градусов. Но зачастую народные наблюдения для многих остаются самым лучшим прогнозом. Старину говорили, в жарком июне рыбы не наловишь, частые туманы к урожаю грибов. Марина Муталипова расскажет об июньских приметах. Июнь – месяц лучистого солнца, белых ночей, самых длинных дней, светлейший месяц года, сын весны и лету почин. Названий у этого месяца великое множество. В Древнем Риме его называли Юниус. По легенде, июнь носит имя богини Юноны, жены Юпитера. Юнона была покровительницей женщин, богиней любви и семейного счастья, хранительницей брака. По другой версии, вернее, в точном переводе – Юниус – юный, молодой. Есть и еще одно предположение. Имя месяцу подарил римский консул Юний Брут. На Руси июнь в старину называли червень. Это потому, что именно в этом месяце косили червицы, которые наши предки использовали для изготовления багряной краски. А еще июнь зовут и разноцветным, хлеборостом и скопидомом. По народным наблюдениям, если первые два дня июня льет дождь, то оставшиеся 28 дней будут сухими. И обильная июньская вечерняя роса обещает хорошую погоду на завтра. В завершении выпуска информация о курсе валют на 7 июня. По данным Центробанка, на 7 июня доллар США 34 рубля 66 копеек, евро 47 рублей 32 копейки. И на сегодня это все. Вы смотрели информационную программу «Панорама Севера». В студии была Лариса Истомина. До встречи на телеканале ПС. В субботу 7 июня в Котласе ожидается переменная облачность, температура воздуха – 24 градуса тепла. В Мирном ясно, воздух прогреется до плюс 26. В Вельске переменная облачность, возможен дождь с грозой и 27 градусов тепла. На Водвинске переменная облачность, небольшой дождь – плюс 25. В Архангельске будет ясная погода, температура воздуха – утром плюс 17, днем – 25-26, вечером – 23-25 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова